Всем привет! Меня зовут Таня. Меня зовут Аня. И мы татуировщики. Татуировщики мы. Так, сегодня мы будем смотреть татуировки в видеоиграх. И если хотите увидеть больше подобного видео, подписывайтесь на канал, а во мне геймер. Ну да, и лайк ставьте. Какой-то чувак, очень странный, с татухами на лице. Не знаю, что это за игра, кстати, вообще. Первый раз вижу. Я вообще далека от этих всех игр и я вообще ничего не понимаю. О, это же даже Полинезия. Это Полинезия или Майори, что-то типа такого. Такое дело только брутальные мужики. Чувак похож на какого-то викинга и, возможно, у него еще какие-нибудь скандинавские штучки будут. Так, тебе нормально видно? Да, да. Орнаментал какой-то либо это, как еще любят говорить, сейчас славянская тематика. Но, кстати, удобная штучка. Раз, примерил на себя сразу татуху. Дракон. Ну, кстати, выполнено прикольно, в том плане, что вписано в тело хорошо, здесь у него на руке, на спине какой-то червяк, несуразный. Фигуристых еще чуваков выбрали, молодцы. Обычно не такие, в основном, за татухами приходят. Так, тут у нас вкрашен чувак полностью. Ну, это костюм, да. Якудзи какой-то. Это редкие вообще персонажи, не приходят за таким сейчас от слова совсем. Да, потому что это очень дорого, это очень долго и очень больно. Жопу вообще больно красить, капец. Ты красила жопу? Ну, как сказать, мне просто красили. Прям там? Ну, почти. Остановимся по-подругам. Ну, был случай просто, когда мастер приходил в студию и другой, не я, и красил чужому человеку жопу. Ну, просто больно, неприятно. Угу. Блин, ну я жопки еще не красила, я только другие места красила. Ну, не прям там, но... Боже, тут цепи, цепи, цепи. Тут, наверное... Ну, сейчас какие-то стрёмные пошли за тухи, честно говоря. Портаки, короче. Да. Портовые портаки. А, это татухи со смыслом. Татухи со смыслом. Яхтаря, пошли. Вот это, да. Я вообще не знаю вообще, пока что ни одной игры знакомой не встретила. Интераносасин какой-нибудь. Может, нет. Я надеюсь, меня стаными тапками не закидают. Ты знаешь слова, я вообще не знаю ни одной игры. Ну, просто портаки, которые, видимо, значение имеют для него. Да, я угадала. Я угадала, ни фига себе. Короче, нет татухи, говно у него. Собственно, как и все, которые видим летом на улице, очень мало людей с крутыми реально татуировками. Да. На основном портаки у всех. Особенно, когда говорят, да сделайте мне татухи, у меня только 3000 рублей. Но хочу и рукав. На голове клево смотрится. Стиль, что-то есть. Ну, если вписано, хорошо. Это что, это татухи? Я пойми, это силиконовый костюм какой-то. Мне кажется, потому что сейчас еще какая-то цветная, у него фигня пошла. А цветные татухи я не люблю. Вот, и все. Мне кажется, ЧБ-шка всегда выигрышнее смотрится. Да, ЧБ татухи лучше смотрятся, чем цветные. Цветные выгорают быстрее на солнечке. Да, да. И ЧБ-шки, если выцветают, то она равномерно выцветает. Ну, тут баба такая лысая, прикольная. Ей идет... Ей идет любой портак. Тут можно татуировать. Заткни. Кстати, таких татуировщиков уже давно нет. Хотя, явно не татуировщиков. Просто член чуваку набивают на половище. Если чувак будет так дрыгаться, я его просто пошлю нахрен. Скажу, иди домой. Ты несознан для татуировок. Нет. Тут новоселенная дитика. Что-то было смешное. Интересно. Да, на самом деле, мало чего понятного вообще. Потому что все равно в татухах... Забыла, что хотела сказать. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Продолжение следует...